И всем привет, ребят, с вами Страбаки, сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонату 2.0 И сегодня вместе с вами мы, наконец-таки, откроем всё, что мы накопили за столь длительный период времени, связанное с нашими контейнерами На сегодняшний момент времени, как вы видите, у меня уже набралось более 300 обычных контейнеров, 19 ультра, которых ещё не устарело 40, ой, 40, говорю, 74 ультра, которые уже устарели и 15 недельных контейнеров Это самое масштабное открытие в рамках этого аккаунта, но если вы ждали этот видос, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком Не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов Для этого у нас только игры в аккаунт, чтобы установить ему личные так-так-тимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине Ну и заполняйте форму, которая есть в описании Что же касаемо наших контейнеров, то цель, конечно же, постараться заработать как можно больше кристаллов Так как у нас уже совсем скоро будут скидки на чёрную пятницу Буквально чуть больше недели осталось до неё, не знаю, когда выйдет этот видос Ну и сегодня у нас, по сути, последний день конвертации Я под эту конвертацию ничего, конечно же, не оставляю Поэтому сегодня мы откроем все контейнеры, которые у меня есть на аккаунте Плюс 15 недельных, с которых мы также подлутаем дополнительные танкоинчики Ну и посмотрим, сколько кристаллов по итогу нам дропнет У меня на сегодняшний момент времени 370 тысяч кристаллов По окончанию этого видеоролика хотелось бы, чтобы у меня на аккаунте было 1 лям Если лямчик будет, то для этого аккаунта я буду считать, что это очень и очень хорошая цифра Перескидками под прокачку вооружений, под прокачку нашего гаражика Если ещё сверху каким-то магическим образом сегодня упадёт там условно какой-нибудь броник или кризис Это было бы просто великолепно Также не забывайте, что у нас ещё есть мини-игра Которую мы тоже будем проходить, да И посмотрим, сумеем ли мы дойти, например, до следующего круга До неё, до окончания мини-игры у нас осталось сколько ещё? Осталось ещё 4 дня То есть её я тоже тушану Посмотрим, как там с мини-игрой у нас Удастся, не удастся Но в любом случае хотелось бы пройти ещё один круг Чтобы забрать и дополнительные танкоины, и кристаллы, и контейнеры, да, и расходку Но самое главное, это, конечно, танкоины, да Поэтому если вдруг каким-то магическим образом там останется немножко, да, до следующего круга И мне будет там чуть-чуть не хватать То я оставляю шансы на то, что, может быть, я даже и буду чуть-чуть тратить кристаллов, да Если вдруг в этом будет необходимость Но если там шансов не будет пройти круг То, конечно же, я этим делом заниматься не буду Но всё, давайте приступать к открытию контейнеров Открывать сначала мы будем Ну давайте, наверное, даже недельные Сначала взбодрим недельные Посмотрим, сколько тут кристаллов 75 тысяч кри Всего лишь Что-то казалось, тут побольше должно быть по полторы тысячи расходников И... 120 танкоинов 120 танкоинов, это очень вкусно У нас 500-ка уже имеется И ещё целых 500 танкоинов нам надо для того, чтобы Нам хватило танкоинов на танкофон Не знаю, есть ли какой-то шанс дойти до этой тысячёнки Но будем стараться Будем стараться лутать отовсюду эти танкоины Из челленджа, да, и с обучалок У нас будет возможность забрать Посмотрим по итогу, сколько мы сумеем накопить Так, ну и контейнеры 311 кантов обычных Дропа здесь супер много всякого разного Хотелось бы увидеть устройство на рельсу Какое-то интересное Потому что вы знаете, что я прокачиваю здесь пушку рельсу Но либо, если упадёт на какую-то На какую-то пушку крутое устройство То, быть может, мы прокачаем Ещё что-то на этот аккаунт 444 тысячи кристаллов у нас есть Всё, полетели Смотрим, что нам здесь будет падать Здесь, по сути, и в синем, и в фиолетовом свечении И в золотом везде есть устройства Которые могут нам вкусные дропать Но с первой пятнашки у нас падают только лишь кристаллы Как я сказал, кристаллы в приоритете Если будет падать много крисов То это только и только лишь нам на руку Но хотелось бы видеть какие-нибудь интересные устройства Падает краска и падает 25 тысяч кристаллов в фиолетовом свечении Казалось бы, там есть миллионы Просто всякого разного дропа Но он нам не падает А падает 25 тысяч кри Да? Ещё одна фиолетка Нифига себе Подкалиберный Блин, мне показалось, что это на рельсу устройство Подкалиберные снаряды падают на грома Но подкалиберные снаряды мне на грома не нужно От слова совсем Да? Это устройство, которое у нас продаётся за кристаллы Но оно мне не интересно Так, адреналин на Теслу Адреналин на Теслу Тоже шляпа Не то, что надо Вот если бы адреналин упал бы на рельсу То я был бы рад Но адреналин на Теслу Это явно не то, что я бы хотел бы увидеть Красочка Гондурасик Вихрь Опа, золотое Может рельсу устройство? Угу, конечно Анютины глазки нам падают Ну зачем мне эти анютины глазки? Мне бы вот сразу бы Крупнокалиберные на рельсу бы в золотом бы Долбанули бы Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Я был бы очень сильно рад. Но первое золотое. Это уже тоже очень и очень неплохо. Ночь страха падает. Это краска какая-то хэллоуинская, если я не ошибаюсь. Очень много всяких вот таких вот предметов. Есть и устройств, и красок. Которые нам 100% будут падать. Опа! Пламя. Это что? Статус эффект, да? И яростный эффект выстрела. Короче, эффекты выстрела нам нападали. Эффекты выстрела. Но эффекты выстрела нам тоже не нужны. Хоть это, кстати, на Гаусс, это вообще редкий эффект. Когда-то этот эффект в золотом или даже в красном свечении был. То есть он такой очень-очень редкий. Так, аллея звезд. Очень много всяких вот таких предметов. Без понтовых, если честно, падает. Лучше бы уж тогда в таком большом количестве устройства падали бы какие-нибудь интересные. Потому что там в фиолетовом даже есть очень много всяких крутых. Ух ты, второе золотое. Нифига себе. Атмосферное явление падает. Бэм. Когда у тебя в контейнерах много всякого разного дропа, то как будто шанс реально повышен. Да? То есть второе золотое у меня уже дропает. Это такое прям очень вкусное. Опа! Имуночка от пробития упала на хоппера. Имуночка от заморозочки упала на паладина. Не то-не то мне по сути не надо. У меня ни хоппера, ни паладина нет. У меня бы лучше бы на Крусейдера. Чего-нибудь долбануло бы вкусное. Но по предметам прям очень хорошо. Ой-ой-ой. Нифига себе фиолетовые рано стартовали. Целых три фиолетки. И все три эффекта выстрела. Боже. Три эффекта выстрела в ряд. Зачем мне эти эффекты выстрелов? Расскажите мне, пожалуйста. Зачем мне три эффекта выстрела? Для чего? Просто для чего мне они нужны? Они мне от слова совсем не нужны. Так, на Теслу минус поле. Еще одно устройство падает у нас на Теслу. Да, да. Не на те пушки падает устройство. Не на те пушки. Но то, что они вообще в принципе падают, это конечно прикольно. Опа, адреналин, блин, на магнум. И золотое на добавочку. Третье золотое извержение. Еще одна краска падает. Очень много всяких красок нам дропает вкусненьких. Но это не устройство. Это не устройство. Блин, сколько всяких предметов. Эффект еще один выстрела. И еще один эффект выстрела. Просто эти эффекты выстрелов насыпают просто в салатницу. Миллионы свечений красивых. Но не с тем дропом, который я бы хотел видеть. Да, реально очень сильно повышены шансы выпадения с контейнеров. Иммунитет от Эмми. Это на что? На мамонт. Блин, на мамонт. Ну какой мамонт? Ну боже мой. Ну хотя бы на аресы бы дало бы. Я бы тогда, может и аресика бы на этот аккаунт выкачал бы. Над громом-то устройство упало. Хотя не сильное. Так, инженер на мамонта. И Адам и Ева. Понял. Хорошо. Адам и Ева. По вкусненькому. Очень по вкусненькому. Так, контейнеры у нас вообще не заканчиваются. Мои пятнашки просто супер вкусные. Летят. Как я не знаю что. Вы, ребяточки, конечно же, не забывайте тоже поддерживать видос лайком. Да, чтобы у нас открытия выходили значительно чаще. Да. Каждый ваш лайк, открытие контейнеров. Все в силе, ребяточки. Поэтому про Жемалову по лайкозаврам делаем тоже максимальную. Защита от заморозочки падает на Крусейдера, к слову. Это очень хорошо. Дестабилизация снаряда. Дестабилизация снаряда. Сюда контент. На рельсочку. Вкуснейшее устройство. Это второе устройство по силе после крупнокалиберных снарядов. И вчера мне на стриме один из подписчиков вообще говорил, что это устройство супер жесткие результаты показывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Под контент грязненький. Это очень вкусно. Это мега вкусно. Это значит, что у нас будет обзорчик на бездонате под это устройство. Сто процентов. Пишите, ребяточки, все свои мысли по этому поводу. Ну и грузим лайкозавров. Сто двадцать троечку. На этот контентик смело надо. Смело надо. Втушить я очень сильно рад. Конечно, не крупнокалиберные снаряды. Но вы представьте, насколько большое количество устройств там было. Да? Всяких устройств. Эффектов там выстрелов. Красок. И мне падает дестабилизация снаряда. Сюда контактик. Очень вкусно. Очень вкусно. При том, что это обычные контейнеры. Это падает с обычных контейнеров. Очень-очень сильно рад. Но если бы крупнокалиберку сверху еще дало, это была бы прям лютая грязь. Но даже при таком раскладе все равно выглядит это очень и очень достойно. Сразу же на ту пушку, на которой единственное у меня есть, падает крутое устройство с золотого свечения. Но сказать, что это не халява, ничего не сказать. Да? Поэтому это очень и очень жестко. Киберпанчик падает сверху. У нас еще золотого свечения. Это сколько уже? Пятое вроде как золотое. Очень много золотых, если честно, дропнуло мне с этих контейнеров. Так, ну и походу это все. Да? Да, это ластовые контейнеры. И падает на викинга иммунитет от оглушения. То есть, что мы имеем с обычных контов? 826 тысяч кристаллов. Более 400 тысяч кривни упало. Мы имеем теперь на Крусейдера иммуночку. От чего? А, не иммунка. А, защита от заморозки. Блин, я уж подумал иммунка. Я думал иммуночка мне упала. Мне, оказывается, упала защита от заморозки. Но защита от заморозки тоже пойдет. Пойдет. И на рельсочку. Дестабилизейшн снаряда. У-у-у, вот это вкуснота. Вот это вкусненькая оттенка. Пока что, конечно, я это устройство сниму. Чтобы не палиться. Как будто бы у меня бы еще ничего здесь на этот аккаунт не упало. Но, в любом случае, вы уже знаете, что тут контентик какой-то дропнул. Пока что просто на стримах палить не буду. Не знаю, когда видос выйдет. Поэтому пока что беспалевно. Ну и у нас остались ультраконтейнеры. Начнем, давайте, наверное, сначала с устаревших. Здесь кризис броник есть. Молот есть. Вкусный. С устройством. Драйвер на викинга. Блин, ну если бы что-нибудь такое интересное мне бы оттуда упало, то я думаю, что мы могли бы даже это интересное вооружение прокачать. Поэтому смотрим, что нам падает. По идее, на нулевом аккаунте шанс выбить что-то вкусное есть. Шанс что-то выбить вкусное есть. Поэтому надеемся на этот шанс. Боже, сколько фиолеток. И красное, да? Нет, фиолета. Два еще фиолета сверху. Имунка от пробития мне упала. Это на что мне упало? Это от заморозки, да, я так понял? Это на харька. А это на что мне упало? Не знаю. Кром адреналин. Утяжеление на Крусейдера. Ну и краски. То есть ничего такого сверхъестественного здесь я не увидел. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Давайте, радуйте нас свечениями. Ультраканты. Радуйте. Радуйте. Чем-нибудь вкусненьким. Давай, давай, давай. Дистанционка на страну. Красную сюда. Первая красная. И может быть сразу кризиса? Ага, понял. Ну какая бронебойная лента. Ну просто, ну хуже дропа здесь не могло быть. Ну какая, сука, бронебойная лента. Бронебойная лента. Ну там просто хуже. Нету ничего. И мне оно падает. Дистанционка на страйкер даже дропнула. Вкуснейшая. Но страйкера мы на этом аккаунте прокачивать не будем. Блин, красная сразу. Но какое красное. Бронебойная лента. Даже, даже порадоваться я не могу такому красному свечению. Поэтому давай еще одно продли. Золотое. Золотое. Продлило бы еще одно красное. Я был бы мега сильно рад. Но даже одно красное. Это уже выглядит очень круто. Но то, что упало такое устройство никчемное. Это меня, конечно, не радует. Поэтому я бы хотел увидеть еще одно красное. Но красного у нас, к сожалению, нет. 25 тысяч кристаллов нам падает. И походу это ластовая уже открывашка. Старых ультраконтосов. И что нам здесь падает? Фиолет. Нет, еще. Золотое. Нифига себе. Два золотых в ряд. Пастила. Ну и все. На этом все. Ну и у нас остается 19 ультраконтейнеров, которые еще не устарели. Почти лям. Почти лямчик. Почти лимон крисов. Как я и хотел. Я хотел лямчик. Может быть не устаревшие ультраконты дадут красное свечение. Прямо сейчас. Прямо сейчас красненькое. Блин, тут вообще переходок нету. Хотя есть шанс на красное. Нет. Падает фиолет. Падает два эффекта выстрела. Заметили, что когда падают эффекты выстрела, они всегда падают вместе. Да, там падает несколько сразу их. Ну и все. Ластовый контейнер. И это фиолетовое свечение. Повышенный насосик давления на фриза. В целом, могло быть конечно и лучше, потому что с красного свечения мне упало то, чего я вообще не хотел видеть. Но в любом случае, красное свечение. Есть красное свечение. По итогу у нас с этого открытия становится 960 тысяч кристаллов. Вот так вот заканчивается наше самое масштабное открытие на бездонате 2.0. С красным свечением было? Было. С вкусным дропом было? Было. Но больше всего я рад не красному свечению, а дестабилизации снаряда, которая упала на рельсочку. Теперь с этим устройством можно давать очень крутые результаты. Ну а я продолжаю копить контейнеры и надеюсь, что уже со следующих ультракантов нам упадет какое-нибудь интересное устройство, а быть может даже какой-нибудь кризис, либо броненосец, который я бы очень сильно хотел бы видеть на этом бездонате 2.0. Пишите все свои мысли по поводу этого открытия, как падает из контейнеров вам, ну и ждете ли вы тест дестабилизации в рамках бездоната 2.0. Если да, то поддержите данный видос максимально лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.